Приветствую вас и знаете в чем дело? Если ваш молодой человек вот так себя вел изначально, смотря до ваших встреч, то получается, что в то время, пока вы не обратились на наш ресурс, не почувствовали неудовлетворения от его характера, от его поведения, от его темперамента, отношения к жизни и прочему, вы его принимали. Вы его принимали, и раз планируете создать семью, значит вы принимали достаточно сильно, вы были, и может быть есть, очень близкие с ним, и думаю, что он очень много имеет значения в вашей жизни. Далее, наступил момент, когда вы поняли, если ваш парень, это вот тот самый, которого вы описали, и он вас не устраивает, он вам не нравится. И тот факт, что он вам не нравится, ставит под сомнение перспективу создания семьи. Вопросы о том, стоит ли создавать семью, вам предстоит решать самостоятельно, потому что давать конкретный совет, например, стоит или не стоит, является непрофессиональным. Но, отвечая на ваш вопрос, могут ли люди меняться, скажу так, что могут, но только в том случае, если в их жизни происходит определенное критическое переживание. То есть, такое пиковое переживание, при котором человек меняет свои взгляды на жизнь, ценности и так далее. Вероятность такого переживания достаточно мала, и надеяться на него я бы не стал. Это если говорить о ответе на ваш вопрос. А вот если говорить о том, что вы ранее принимали человека таким, как бы он есть, но теперь перестали, то здесь нужно сказать так, что когда вы его принимали, вы, вероятно, надеялись на то, что человек будет другим. То есть, вы в своем сознании дорешовали его образ. Вы как бы дополнили его настоящего определенными чертами, которые бы хотели видеть, видеть в своем идеальном мужчине. И, естественно, рано или поздно у вас начнется разочарование. И вот сейчас это разочарование, оно как бы сквозит через каждую букву в вашем бессме. Либо вы изначально человека принимали не полностью, либо вы перестали его принимать таким, какой он есть. И это говорит о том, что чувств у вас к нему, как таковых, нет. Потому что в случае, если вы принимали его не полностью, то у вас есть определенный образ, который не имеет ничего общего с человеком реальным. Одно, что вы как бы себя обманываете, находясь с ним. А во втором случае, вы хотите человека изменить, то есть быть не с тем, с кем вы сейчас, а с кем другим, на основе того человека, который есть рядом с уходом с вами. И поскольку без серьезных изменений личности, без достаточно существенной травматичности человека, его изменить не получится, то можно предположить, что ваши отношения, они так и будут развиваться в сторону повышения количества претензий. Вам будет не нравиться все больше и больше, молодой человек будет всегда так же, как раньше. И правда заключается в том, что вы для него недостаточный стимул для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо. Мы не будем сейчас говорить, плохой ваш парень или нет. Главное, что он не устраивает вас. И, соответственно, раз он вас не устраивает сейчас, то дальше будет только хуже. Потому что дальше от него потребуется еще больше обязанностей. От него потребуется еще больше отдачи. А он к этому явно не готов. Вообще говоря, если вы хотите создавать семью, то спросите себе, как он представляет ее себе. Вот пусть он вам расскажет свое видение семьи и храните это видение со своим. И если его видение в какой-то степени вас не устраивает, или вы видите, что оно слишком оторвано от реальных положений вещей, то есть, например, человек говорит, что вот я буду зарабатывать много, тебе там не нужно будет работать, ничего делать, но при этом вы видите, что сейчас человек ничего не делает и не работает, то, скорее всего, это просто либо мечты, либо специальный обман вас, чтобы вы расслабились, вышли за него, а он мог бы за счет вас жить. И здесь вы имеете полное право относиться к этой точки зрения с недоверием. Сказать ему, ну как так? Вот ты говоришь, ты будешь много зарабатывать. Но для того, чтобы много зарабатывать, нужно упорство. Для того, чтобы много зарабатывать, нужна цель и устремленность, нужна цель. А у тебя ничего этого нет. Как-то я слабо верю, что ты будешь много зарабатывать, например. И послушайте, что молодой человек вам скажет. Но, скорее всего, что бы он ни сказал, его слова вас не удовлетворят, потому что вы уже видите его, и вы примерно представляете, что будет с этим человеком дальше. И если подобный диссонанс в роднике, то есть, когда вы имеете свое представление из семьи, видите его представление из семьи, и понимаете, что либо у вас эти представления не сходятся, либо они просто-напросто отличаются по своему качеству, по своей природе. То есть, у вас представление из семьи реальное, а у него вымысленное. То, естественно, таким человеком с одного семью не стоит, ибо все вы будете тогда тащить на своих плечах, все вы будете тогда делать сами, а мужчина будет продолжать выражать вам свои обиды, и не более того. Но решение принимать вам, и прежде чем принимать решение, постарайтесь собрать как можно больше информации о нем. А также дайте своему мужчине шанс исправиться. То есть, говоря об исправлении, нужно заметить, что если вы решите с ним ростаться, или решите семью с ним не создавать, то логично и справедливо по отношению к нему поставить в известность об этом. Сказать, что вот, знаешь, не подходим мы с тобой по отношению к жизни, не подходим мы с тобой по целям, по неланам, по представлению. Так как же семью у меня для семьи, не зна материальная база, а ты даже не хочешь ничего делать и работать. Я почувствую, что одна, например, семью не потяну. И поэтому я, наверное, все-таки от тебя уйду. Я не хочу этого, но у меня нет выбора. Ты не оставляешь мне выбор. И я, конечно, от тебя хочу с тобой остаться. Поэтому вот даю тебе, скажем, полгода, чтобы ты когда изменил себя, нашел себе цель в жизни, начал что-то делать, и тогда у нас, возможно, будешь. Причем мне не важно, чтобы ты прямо вот зарабатывал. Я хочу, чтобы ты просто что-то делал, куда-то стремился, чего-то хотел. И тогда я буду верить, что смогу опереться на тебя, как на мужчину. Вот это для него, для вашего партия, будет последним шансом сохранить вас и ваши отношения. И если он им не воспользуется, то тогда уж точно создавать им отношения и создавать с ним семью явно не стоит. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...